Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Власти Башкортостана намерены увеличить подъемные сельским тренером с 600 тысяч до 1 миллиона рублей в следующем году. Об этом сообщил министр спорта Республики Руслан Хабибов. Грантовая программа была запущена в 2020 году. За это время выплаты получили 103 человека. Претендовать на грант могут спортивные педагоги, приехавшие в села и города с населением до 100 тысяч человек. Средства можно направить на покупку жилья, земли или автомобиля. После получения выплаты каждый тренер обязан отработать не менее пяти лет. За счет грантов власти Республики рассчитывают решить вопрос нехватки кадров в спортивных детско-юношеских школах на селе. Такие практики уже в муниципалитетах у нас есть. Я хочу сказать, что благодаря определенной поддержке, системной поддержке непосредственно нашей отрасли, мы решаем прежде всего кадровый вопрос на территории наших муниципалитетов. Параллельно мы развиваем наш детско-юношеский спорт. И буквально в прошлом году наши 12 сельских территорий, наших районов, муниципалитетов ввели отдельно, где-то полностью перешли на спортивную подготовку нашей детско-юношеской спортивной школы, а где-то введены отделения, что, безусловно, это влияет на все наши результаты. В прошлом году в Башкортостане открыли 98 спортивных площадок. В этом году ведется строительство трех сельских физкультурно-оздоровительных комплексов, в том числе стадиона в Болтачевском районе и бассейна в Благоварском районе. Глава администрации Бирска Николай Баранов ушел в досрочную отставку по собственному желанию. Заявление о прекращении полномочий он написал еще 30 мая. О причинах такого решения не сообщается. В середине июля депутаты городского совета приняли отставку мэра. Исполнять обязанности городоначальника будет Виктория Бурдина, ранее возглавлявшая управление благоустройства. Отмечу, что Николай Баранов занял пост главы администрации Бирска в ноябре прошлого года. До этого он работал в должности вице-мэра. В прошлом году Баранов задекларировал доход в размере 1 миллиона 230 тысяч рублей, его супруга – 666 тысяч. Чита владеет несколькими земельными участками, двумя автомобилями «Шкода». В пользовании супруги чиновника числится лесной участок площадью 3000 квадратных метров. На оказание социальных услуг жителям Башкортостана в этом году выделили 800 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. Об этом сообщил вице-премьер, министр финансов Лира Иктисамова на форуме «Соцзаказ». На сегодняшний день населению республики предоставляют соцуслуги по трем направлениям в рамках федеральной программы. Это соцобслуживание на дому, базовая подготовка по отдельным видам спорта и школьный туризм. Кроме того, в регионе есть свой проект – это предоставление сертификатов в частные детсады. На эти цели в этом году выделили 138 миллионов рублей. Они позволят устроить в дошкольные учреждения 2000 детей. Более 200 организаций сегодня у нас в республике уже участвуют и имеют субфункционеры в республике Башкортостан, именно не государственные, а коммерческие организации. Рынок растет, очень большая востребованность и интерес сейчас появляется в связи именно в области спортивной подготовки, потому что мы в этом году одно из направлений выбрали спортивная подготовка по отдельным видам спорта. Мы видели дополненность 50 миллионов рублей. Сейчас в проекте «Соцзаказ» участвуют 34 региона. Общий объем государственного финансирования в прошлом году составил 83 миллиарда рублей. Бесплатные услуги получили 5 миллионов человек, что на 30% больше, чем годом ранее. Думаю, что как раз республике Башкортостан легче, чем другим регионам, по крайней мере, по двум обстоятельствам. Республика устойчиво занимает первые места в рейтинге Минэкономразвития по работе с негосударственными организациями. И здесь накоплен уникальный опыт. А во-вторых, подходы, которые мы сейчас распространяем на уже 34 субъекта федерации, в республике Башкортостан начали реализовываться еще с 2015 года. В форуме «Соцзаказ» принимает участие более 250 делегатов. Среди них руководители и представители федеральных и региональных органов власти, а также некоммерческих социально ориентированных организаций. Свыше миллиона рублей заплатит житель Караидели за производство и продажу контрафактного алкоголя. Приговор вынес суд от Женикидзовского района Уфы. Установлено, что с сентября 2020 года по июль прошлого обвиняемый закупал через интернет спиртосодержащую продукцию, красители и вкусовые добавки для производства коньяка. Подделку он разливал в бутылки с этикетками известных брендов и продавал клиентам через мессенджеры. Суд назначил ему штраф в размере 750 тысяч рублей, а также взыскал сумму причиненного ущерба 400 тысяч. Как отметили в региональном Минторге, с марта до конца этого года действуют моратории на проведение плановых проверок и ограничения на внеплановые, чтобы ослабить административное давление на бизнес. Поэтому проводятся только профилактические работы по борьбе с контрафактом. В первом полугодии 2022 года в Министерстве проведенного 196 контрольных мероприятий обследовано 156 объектов в торговле, возбуждено 169 дел административных правонарушек. В текущих реалиях контрольно-надзорная функция Министерства ориентирована на профилактическую работу. С начала текущего года по настоящее время в Министерстве выдвинуно свыше 600 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. Ранее сообщалось, что смертельные случаи отравления суррогатным алкоголем в Башкортостане за 4 года сократились в 4 раза. Если в 2018 году от употребления нелегального спиртного умерли 211 человек, то по итогам прошлого 57 человек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на РБК.